Эдгар Аллен По Я любил ее, а она меня, как любить мы только могли. Я был дитя, и она дитя, в королевстве у края земли. Но любовь была больше, чем просто любовь для меня и для Эннабел Ли. Такой любви Серафимы Небес не завидовать не могли. И вот потому много лет назад в королевстве у края земли из-за тучи безжалостный ветер подул и убил мою Эннабел Ли. И знатные родичи милы моей ее от меня унесли и сокрыли в склепе на бреге морском в королевстве у края земли. Сами ангелы, счастья такого не знав, не завидовать нам не могли. И вот потому, как ведомо всем в королевстве у края земли, из-за тучи слетевший ветер ночной застудил и сгубил мою Эннабел Ли. Но наша любовь сильнее любви тех, что жить дольше нас могли. Тех, что знать больше нас могли. И ни горние ангелы в высях небес, ни демоны в недрах земли, ни в силах душу мою разлучить с душой моей Эннабел Ли. Ведь, коль светит луна, то приносит она мечтания об Эннабел Ли. Если звезды горят, вижу радостный взгляд прекраснейшей Эннабел Ли. Много-много ночей там покоюсь я с ней, с дорогой и любимой невестой моей, в темном склепе у края земли, где волна бьет о кромку земли. Сон во сне В лоб тебя целую я, и позволь мне, уходя, прошептать печаль тая. Ты была права вполне, дни мои прошли во сне, упование было сном. Все равно во мгле или днем, в дымном призраке или нет, Но оно прошло, как бред. Все, что в мире зримо мне, или мнится, сон во сне. Стою у бурных вод, кругом гроза растет, Хранит моя рука горсть зернышек песка. Как мало, как скользят меж пальцев все назад, И я в слезах, в слезах. О, Боже, как в руках сжать золотистый прах! Пусть будет хоть одно зерно сохранено! Все ль то, что зримо мне, или мнится, сон во сне. Молчание Есть свойства, существа без воплощения, с двойной жизнью, Видимый их лик в той сущности двоякой, Чей родник — свет веществе, предмет и отражение. Двойное есть молчание в наших днях, Душа и тело, берега и море. Одно живет в заброшенных местах, Вчера травой поросших. В ясном взоре, глубоком, как прозрачная вода, Оно хранит печаль воспоминания, Среди рыданий найденные знания. Его название — больше никогда. Не бойся воплощенного молчания, Ни для кого не скрыта в нем вреда. Но если ты с его столкнешься тенью, Эльф безымянный, Что живет всегда там, где людского не было следа, Тогда молись, Ты обречен мученью. Друзья, ну вот и все. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Некий новый для меня формат, Экспериментальный, Пока такого не делал. Да, раньше, в передаче, Которую вел какое-то количество месяцев назад, Хэштег Халецкий лайф, Я читал стихи вслух, Читал Эдгара По, Читал и рассказы Эдгара По, Читал стихи Есенина на каком-то этапе, Но вот на ютюбе не выкладывал. Пожалуйста, напишите в комментариях, Что же вы думаете об этом контенте? Мне очень интересно, любопытно. Может быть, еще такого вам запишу. Если вам интересно, Если вам нравится, Мне прям, мне по кайфу читать стихи Эдгара вслух. На этом все. Спасибо за просмотр. И не забывайте получать знания и делиться ими. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok